Здравствуйте! Сколько раз мы с вами слышали за последние несколько лет обещание лечь на рельсы, отдать правую руку или сесть в собственную шляпу, уехав в глушь, в деревню, в отставку. И вот сенсация. Пожалуй, впервые российское правительство выполняет свои обещания в срок. И это намного перекрывает шум дутой банно-прачечной истории, которая интересует только узкий круг людей. Пенсии – это интересы миллионов российских сограждан. Десятков миллионов. Сегодня 30-е число и сегодня час пик для человека, который пообещал и, похоже, сдержал свое обещание. Хотя все последние месяцы для него непрерывный час пик. Анатолий Чубайс. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Чубайс. 42 года. Закончил Ленинградский инженерно-экономический институт. Как и все советские студенты, изучал политэкономию социализма. Однако марксистские принципы не стали основой мировоззрения. В 1984 году возглавил полуподпольный кружок молодых экономистов. В 1990-м перешел на легальную работу в Ленгу-Располку. Через год вошел в правительство радикальных реформ Егора Гайдара. Главный приватизатор страны. После неудачи партии власти на парламентских выборах был отправлен в отставку. Однако весной 1996-го вошел в предвыборный штаб президента и, по мнению большинства экспертов, сыграл ключевую роль в победе Ельцина. Одновременно сумел заработать более 70 тысяч долларов и честно заплатил 517 миллионов рублей налогов, чем в очередной раз привел в ярость оппозицию. 8 месяцев возглавлял администрацию президента. Несмотря на лозунг левых «Во всех бедах народа виноват Чубайс», 7 марта 1997 года был назначен первым вице-премьером и министром финансов России. Анатолий Борисович, сегодня 30 июня. Каждый ли пенсионер получил прочитающиеся ему деньги? Думаю, что сейчас пока еще нет. Я сегодня занимался этим полдня. Говорил с рядом губернаторов. У нас было несколько проблем в Горной Шуре, в Иркутской области, в Кемеровской области. Но по нашим оценкам, сегодня 99,9 пенсионеров пенсии получили. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Честно говоря, это была непростая работа. Но для того, чтобы уже поставить окончательную точку, чтобы ни одного человека не осталось в стране, которому государство должно заплатить пенсию, мы как раз сейчас будем выполнять поручение президента. Борис Николаевич потребовал от нас немедленно создать телефон-обратную связь. Многоканальный телефон, бесплатный, по которому можно будет звонить из любой точки страны. Повторю еще раз, бесплатно. Это важно для пенсионеров. Конечно. И мы хотим получить от них информацию. Может быть, где-то есть сбой, который мы сами не сумели увидеть. Поэтому я просто хотел номера телефонов. Хорошо. Мы одновременно даем это с титрами. Произносите. 206-34-55 и 206-22-0. А вот, может быть, последний, самый легко запоминаемый. 206-22-0. Я прошу некоторое время подержать эти телефоны в эфире, а мы продолжим. Анатолий Борисович, я хотел бы сегодня построить разговор так. По мнению многих экспертов, и многие люди на самом деле это чувствуют, последнее время в работе правительства наметилось не существовавшее, не ощущаемое, во всяком случае, до сих пор, некая планомерность. Объявляются цели, объявляются задачи, и эти задачи и цели преследуются довольно длительный период. То есть, это не компанейщина. Возникло ощущение правил игры, по которым правительство уже играет или собирается играть. с народом, с финансово-промышленными институтами и с властью, с Думой. Давайте построим сегодня разговор вот по этим трем направлениям, если вы не против. Давайте. Итак, правила игры, как их видит правительство. Начнем с Думы. В чем суть противоречий, противостояния сейчас с законодателями? Здесь, мне кажется, все очень просто. Каждый должен делать свое дело. Правительство – это исполнительная власть, оно должно исполнять законы. А Дума – это законодательная власть. Она должна писать законы и их принимать. Если проанализировать работу нашей Думы за, скажем, последний год, то выяснится, что чуть ли не половина всей активности депутатов Госдумы ушло не в законы, которые крайне необходимы в стране, а в десятки и десятки политических деклараций, заявлений, требований, обращений, в самые разные адреса, ну, естественно, прежде всего в адрес наиболее нелюбимых политических деятелей. Ну, понятно, что много энергии у некоторых депутатов, которые куда-то хочется направить, но мы все-таки вправе потребовать, я думаю, главного – законов. Именно поэтому мы и ставили вопрос жестко о том, что стране нужен закон о налоговом кодексе, стране нужен закон о социальной политике, или социальный пакет, как мы его называли. Ни заявления, ни призывы, ни требования – это у нас более чем достаточно. Законы о нужной стране – это прямые, должностные обязанности депутатов Государственной Думы, за которые они получают заработную плату. Что будет делать правительство? Ведь Дума не приняла секвестр, не приняла пакет законов по социальной сфере, без которых бюджет липа. Ну, как вы понимаете, мы, в общем, понимаем, на каком свете мы живем, и понимаем, с какой Думой имеем дело. Поэтому, как мы и говорили, мы готовы к любому варианту действий. Но, естественно, изначально мы все-таки хотели бы, чтобы мы выполняли свои обязательства, а Дума выполняла свои обязательства. Дума часть обязательств провалила, небольшую часть, но все-таки выполнила. Давайте отдадим ей должное. Ну, налоговый кодекс принят в первом чтении. Это уже шаг вперед. Это какой-никакой, но все-таки шаг вперед. Я знаю о том, что есть радикальные позиции, о том, что нужно просто расстаться с этой Думой. У президента есть такие полномочия по Конституции действующей. Можно уточню, у президента есть такая позиция или такие полномочия? Нет, такие полномочия. Что вы сейчас имели в виду? Я имел в виду именно полномочия президента. Но если говорить о том, надо ли эти полномочия превращать в позицию, надо ли доводить дело до противостояния, то, честно скажу, я небольшой сторонник таких политических баталий. Мне кажется, что все-таки стоило бы дать Думе еще один шанс. Пусть она покажет, в конце концов, способна она хоть что-то довести до конца из своих решений. Кстати говоря, тот же налоговый кодекс. Или не способна. Иными словами, я не являюсь сторонником каких-то немедленных радикальных мер по... И все-таки что делать правительству, если пакет законов, связанный с социальной реформой, не пройдет через Думу? А ведь это 300... А льготы, как говорил здесь Алекс Суев, это 300 триллионов. Да, льготы это фантастические цифры. А самое главное, что это ложные цифры. Потому что то, что депутаты вписывают в законы о льготах, не может быть выполнено по принятому депутатами закону о бюджете. И они это прекрасно знают. Тем не менее, что делать? Скажу прямо, что мы собрали сильную команду людей, которые, собственно, на этот вопрос отвечали. Тут ведь нужно не просто общее пожелание. Тут нужна детально проработанная стратегия с набором нормативных документов, которые решают задачи, не решенные Думой. На сегодня могу сказать, что значительную часть этих задач мы будем решать сами. Раз Дума не в состоянии этого сделать, значит, обойдемся без ее решений. Хотя в то же время я не исключаю того, что мы потребуем от Думы того, чтобы она все же выполнила свои обязательства и довела до конца те вопросы, которые в Думу внесены. У меня возникает ассоциация. Вот существует пациент, которому нужна срочная и сложная операция. Врачи собираются на консилиум, вносят решение, но во время операции никто не совещается. Вот эта модель приложима к России сейчас. Возможно ли договариваться с Думой загодя? Мне кажется, что сегодня уже не очень приложимо. 92-й год, 93-й год, да, это действительно была тяжелейшая операция. Сегодня, если уж говорить о хирурге, он на завершающей стадии зашивает. Насколько я понимаю. Мне кажется, что мы приближаемся к этой стадии. Но, конечно, больной еще в тяжелом состоянии. Ему нужен период, пока он придет в себя. И в этом периоде очень важно, чтобы никто не кричал, не шумел, не вопил, не поднимал истерики на ровном месте. А опять же, делал свое дело. Будь то медсестра, будь то врач-реаниматор. Ну хорошо, мы не будем увлекаться аналогиями. У нас есть звонок. Я думаю, что он по поводу этого момента разговора. Мы слушаем вас. Вот такой вопрос у меня. На днях выступая, где-то в интервью, Гевлинский сказал, что правительство рассчиталось пенсионерами только из-за того, что за год вперед, то есть до конца этого года, взял аналоги естественных монополий. И сейчас попал в листухе о том, что у правительства дальше денег нет, и оно собирается заморозить вклады граждан Сбербанки. Насколько это верно? Спасибо. Ну, я могу только поблагодарить Григория Явлинского за то, что он изучает деятельность правительства. Это очень полезно. Но, к сожалению, изучил плохо. Я бы ему двойку поставил за незнание реальной ситуации. Может быть, это так интерпретируют люди? Может быть, не исключаю. Не исключаю. Хотя, честно говоря, так уж, если о том речь пошла, позиция Григория Явлинского и позиция фракции Яблоко на всех этапах рассмотрения всех предложений правительства, по всем вопросам. Все то, что мы выносили в течение последних 100 дней, последних трех небольших месяцев, выстраивалось очень просто. Это абсолютно неприемлемо. А потом называлось много-много аргументов, почему неприемлемо. Хорошо, Антон Борисович, давайте будем ближе к народу сейчас. Хотя бы 20 минут. Все-таки возбуждаются слухи о том, что могут быть заморожены вклады в Сбербанке. Отвечаю. Во-первых, несоответствует действительности то, что налоги уплачены авансом вперед. Это неверно. Мы собрали 8,3 трлн рублей в июне. Не за счет авансовой уплаты налогов, а за счет того, что потребовали выплатить все то, что должны были выплатить в государственных предприятиях. До того. До того. Это первое. Теперь второе. Насчет замороживания вкладов. Это полный абсурд. Честно говоря, даже на уровне слухов мне не приходилось встречаться с этой идеей в последнее время. Так что ничего подобного мы делать не собираемся. Ну и замечательно. Хорошо. Теперь перейдем к следующей части разговора. Это правила игры, как их видит правительство. О думе мы поговорили, о законодателях. Как их видит правительство в отношении правительства, государства и ставшие уже крупными. Финансово-промышленные группы, крупные финансовые институты, банки и естественные монополии. Основной источник, один из мощных источников доходов в бюджет. Правда? Действительно, это одна из таких тяжелейших для нас проблем. Так вот, давайте для благородных донов объявим правила игры на будущее. Вот как раз здесь, именно в этой сфере, мы пытаемся и достаточно активно изменить ситуацию в последнее время. В чем состоят эти изменения? Они состоят в том, что мы категорически против любых исключительных правил. Мы категорически против любых решений, принимаемых вне конкурса, вне тендера, вне открытой гласной процедуры. Именно поэтому принят за последние опять же 100 дней по нашему общему с Борисом Нецовым предложениям, которые мы делали вместе с Виктором Степановичем Черномырденом, мощный документ, который запрещает осуществлять любые государственные закупки, а закупки государство делает на десятки триллионов рублей, на громадные суммы, осуществляет эти закупки вне конкурса, вне открытой процедуры. Недавно президент ввел своим указом специальное звание поставщик продукции для российского государства. Как был поставщик двора его величинства. Совершенно точно. Это дает какие-то преимущества, такое звание? Нет, это дает исключительно моральные преимущества, но мы убеждены в том, что эти моральные преимущества на рынке будут более чем привлекательны для очень многих российских производителей. Есть еще одна сторона, может быть, наиболее острая в том, о чем вы спрашиваете. Это банки, крупнейшие банки России и их особые права, так называемые полномоченные банки. Банки, которые оперируют бюджетными финансами, огромными потоками бюджетного финансирования. Если обратиться к нашей программе, программе семи главных дел, которую много критиковали, надо признать, но сегодня надо признать, что кое-что из нее мы начинаем реализовывать и доказывать, что это не просто слова. Так вот, в этой программе есть принципиальное положение на этот счет. А именно, на основании программы мы в соответствии с указом президента приняли программу действий, по которой в срок до 1 января 1998 года в России не останется у полномоченных банков. А что будет? Что это означает и что будет? Дело в том, что легко как-то отмахнуться от этой проблемы, запретить полномоченные банки. Это очень серьезная проблема, я думаю, многие зрители понимают, что это такое. Просто невозможно. Это и выплаты зарплат, это и финансирование промышленности, это все мощные финансовые потоки, которые проходят до потребителей, всех. Пенсии, которые сейчас выплачиваются, выплачиваются с участием банков. Так вот, для того, чтобы эту проблему решить, нам нужно будет резко ускорить создание всероссийской сети казначейства. Казначейство, как государственный орган при Минфине, через который проходят все финансовые потоки. Русские люди знакомы по старым царским билетам со словом казначейство, но советские уже нет. Что это такое? Казначейство это орган государственной власти, который обеспечивает исполнение бюджета. Не разработку, не формирование доходов, он исполняет бюджет. Приняли решение выплатить пенсии. Осуществить эту выплату можно через систему Казначейства. Это, скажем так, такой большой банк при Минфине, да? Нет, это не банк. Банк получает проценты, банк осуществляет коммерческие операции, а казначейство это государственный орган. Это, скорее, большая касса. За какой срок можно создать такую кассу? Значительная часть ее уже создана. Но сегодня мы потребовали резко ускорить эту работу. А не будет ли это как по Виктору Степановичу? Слава богу, это не получилось с пенсиями. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Пенсии и вот только два телефона, которые я попрошу выдать еще раз в эфир. Это палочка спасения для тех немногих, которым это еще не выплачено. Не создав Казначейство, но уже ликвидировав институт у полномочных банков, правительство не создаст себе головной боли надолго? Ну, знаете, вот недавно Борис Немцов сказал фразу о том, что в правительстве все-таки сейчас не совсем дураки сидят. Я позволю тебе поцитировать моего друга. Дело в том, что для того, чтобы сделать то, о чем мы с вами тут проговорили в полминуты, от нас потребовалось создание специальной команды сильнейших финансистов, банкиров, работающих в правительстве, которые выработали программу действий, принятую нами неделю назад на специальном заседании комиссии по оперативным вопросам. Дальше ее реализация. Мы говорим сейчас о правилах игры в больших финансах, в экономике, но эти правила игры, я думаю, неприятны для крупных банков и финансово-промышленных групп, через которые идут сейчас эти деньги. Бывают. Вы ожидаете лоббирования работы против идей казначейства? Ну, лоббирование против – это то, что мы преодолеваем ежедневно с утра до вечера. Так что это как бы естественное явление. Конечно, многие из тех решений, которые мы принимаем, не очень нравятся кому-то. Это бывает. Ну, даже хорошая компания, если у нее есть задолженность в бюджет, и вдруг приходят какие-то люди в правительстве, начинают требовать эту задолженность, конечно, без восторга встречают эти требования. Но, тем не менее, как мы показали, мы добились этого результата. И я убежден в том, что из казначейства мы тоже справимся. Спасибо. Это вот такие серьезные вехи в правилах игры правительства с большими финансами. Теперь перейдем к нам, к обычным людям. Чего нам ждать? Вот наемным работникам, рабочим, бастующим шахтерам, выходящим на рельсы энергетикам, голодающим медикам от работы правительства к осени. Ну, я все-таки сказал бы о том, что кроме бастующих шахтеров, которых у нас сегодня, вот по данным наутро, 12 шахт, то есть примерно полпроцента из всех работающих в стране шахтеров, есть еще не бастующие шахтеры. Кроме голодающих медиков, есть еще не голодающие медики. Но, тем не менее, как раз на этот вопрос есть ответ. Мы считаем, что уж если говорить, как вы поставили вопрос о правилах игры, о том, как правительство работает с людьми, об этом идет речь, то ничего невозможно сделать, никакого результата вообще ни по одному из направлений мы не сможем добиться, пока мы не сделаем то, что мы обязаны сделать. Я имею в виду, конечно, задолженность. И с этого мы начали свою работу. Поэтому первой нашей задачей были пенсии. Могу вам прямо сказать, что второй нашей задачей, вот которой мы как раз на прошлой неделе много занимались, это, а что будет с пенсиями после 1 июля? Мы не можем создать ситуацию и не создадим ситуацию, при которой с 1 июля бы снова началось накопление задолженности по пенсии. Это вторая проблема. Третья проблема – это бюджетники. Все те, кто получает заработную плату из бюджета. Я думаю, что в ближайшие дни мы объявим здесь свою крупную политическую инициативу, в которой будет четко сформулировано, когда, как, за счет каких источников мы решим эту проблему. По крайней мере, первая ее часть, то, что касается задолженности одной из самых сложных категорий бюджетников, я имею в виду военнослужащих, я имею в виду армию. Вот эту первую часть мы как раз сегодня прорабатывали очень детально. И эту задачу мы будем решать в самом приоритетном порядке из всех приоритетных задач, которые перед нами. По информационным агентствам сегодня прошла информация о том, что в течение месяца долги перед армией будут погашены. Нет, эта информация не соответствует действительности. Это, к сожалению, не так. Я очень не хотел бы давать обещания, о которых вы же меня спросите через месяц. Я не назвал цифру, но уж если вы об этом спрашиваете, готов ее назвать. Наш предварительный анализ, которым мы сегодня занимались, показывает, что долги перед армией – это очень грубные суммы. Это не менее 5 трлн рублей. Это громадные средства. В июле месяце, в тот июльский лимит, который сегодня утвержден, мы заложили сумму в полном объеме выплаты июльской зарплаты плюс 1,2 трлн для закрытия задолженности. В целом, мы считаем, что задолженность по заработной плате в армии мы должны закрыть в течение трех или четырех месяцев. Вот что будет три или четыре, точно в ближайшие дни мы скажем. Хорошо, спасибо. И теперь, мне кажется, мы обсудили вот эти три направления, эти правила, по которым правительство работает по основным проблемам, стоящим, вообще говоря, перед страной. А теперь немножко личного хочется. У меня есть приятель, который наладил свое дело так, что уходит из офиса думать в 4 часа дня. Я его уважаю за то, что ему удалось создать этот механизм. Когда вы покидаете рабочее место? Я бы, конечно, мог выгрудиться и сказать, что я не ухожу из офиса, думаю прямо в офисе. Но, к сожалению, вообще, по сути, вы правы. Ненормальная ситуация, когда все правительство, не только я, уходит с работы. Что, ну, знаете, если в 10 вечера ушел, приходишь домой, то жена спрашивает, а что случилось такое, что стряслось? Это, конечно, неправильно и ненормально. И я думаю, что мы придем к ситуации, когда рабочий день будет заканчиваться в правительстве в 7-8, а может быть даже в 5 часов. Но это будет знаком оздоровления экономики, мне кажется, не меньшим, чем регулярные зарплаты или валовый национальный продукт. Вы пойдете в отпуск летом? Да, обязательно и с нетерпением жду этого момента. С моей точки зрения, это смелое заявление в такой ситуации, когда вроде бы, казалось бы, все трещит по швам. Нет, скорее наоборот. Скорее наоборот, как раз в нынешней ситуации, когда мы, наконец, выполнили первое наше обязательство по пенсиям, я с чистой совестью пойду в отпуск. И когда президент сказал, что впервые за 5 лет работы нам дается гигантский отпуск, которым не было ни разу, аж в 3 недели, это, конечно, для меня большое событие. Ну что же, я думаю, что люди оценят правительство, уходящее в отпуск, первый вице-премьер, уходящий в отпуск. Это неплохой признак того, что когда-то он будет заканчивать работу часов в 7-8 вечера, и в стране будет спокойнее от этого. Большое спасибо вам за то, что вы выполнили свое обещание. Сегодня 30 июня, и пенсионеры получили свои пенсии. Дай бог вам выполняйте следующие ваши обещания. Успехов. Это был час-пик, продолжающийся последние 100 дней, непрерывно час-пик для первого вице-премьера, министра финансов Анатолия Борисовича Чубайса. Многие его не жалуют, некоторые побаиваются, но это человек, который выполняет свое обещание. Всего доброго вам. Счастливо. До свидания. Все. Счастливо. 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 Счастливо.